Добрый день, дамы и господа! Вы смотрите «Экспертное мнение» от Тальпари. В ходе вчерашних торгов американские фондовые индексы снизились на 3-4%. Наиболее сильно упал высокотехнологичный индекс NASDAQ. Его снижение состояло 4,4%. Это максимальное по размеру падение за 7 лет. С начала октября другой индекс S&P 500 снизился уже на 9%. Это худший месяц начиная с февраля 2009 года. Параллельно мы отмечаем спрос на защитные активы золота и US Treasuries. Вчера доходности американских гособлигаций снизились до 3,1%. Явной причины для падения американского рынка вчера не было. Настораживает то, что в последние дни падения американских индексов участились. Ведь рынок еще не забыл снижение 10 октября. Если повторить на график S&P 500 за последние 10 лет, то текущее снижение на нем незаметно. Но есть опасения, что нынешние звоночки – это предпосылки для полноштабной коррекции вниз американских индексов на 20-30%. За последние 8 лет американский индекс S&P 500 вырос в 3,5 раза. Так что коррекция вниз назрела. Отметим, что инвесторов настораживает крепкий доллар, торговая война США и Китая, а также предстоящие 6 ноября выборы в Конгресс США. По их итогам позиции демократической партии в Палате представителей США могут укрепиться. А значит критика Дональда Трампа до конца года усилится и фондовые индексы могут оказаться под давлением. Вы смотрели экспертное мнение от Аль-Пари. Будьте в курсе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...